Привет, друзья! По многочисленным вашим просьбам сегодня будет продолжение дегустации еды из магазина Вкус Вилл. Ценник на нее не маленький, и поэтому очень важно знать, что стоит покупать, а какая еда совершенно невкусная. Это куриные стрипсы. Выглядит они как-то не особо презентабельно, потому что панировка здесь не кукурузная, а обычные хлебные сухари. Масса стрипсов 250 грамм. Стрипсы сделаны из филе куриной грудки. В целом состав этих трипсов такой же, если бы их, например, готовить в домашних условиях. Все хорошее. Стрипсы куриные, стоимость 276 рублей. Адрес производства – город Москва. Разогрел три штучки. Запах идет от них приятный, но больше всего они пахнут жареным. Чувствуется и небольшой аромат специй, но он совсем слабо чувствуется. По разрезу действительно видно, что стрипсы сделаны из целикового филе, а не из какого-то фарша. Самые вкусные стрипсы только тогда, когда ты ешь их свежеприготовленными. Если они полежали хотя бы там пару часиков от мякри, то уже вкус совершенно не тот. Ну и вот у этих стрипсов тоже никакой хрустости нету. Да и само филе, оно уже когда полежит, не такое сочное и не такое вкусное. Также еще во вкусе ощущается наличие специй. Небольшая острота присутствует. Есть можно, но вот по моему мнению вкус не идеальный. Я бы немножко по-другому бы их приготовил. Ну и стоит, конечно же, да, дороговато. Друзья, совсем скоро YouTube заблокируют на территории России. И чтобы не теряться, советую вам подписаться на мой канал в Дзене. Тем более там видео выходят гораздо чаще. Ссылочка в описании. Это филе семги с овощами на пару. В составе лосось атлантический. Это продукт аквакультуры. Капуста брокколи, цветная капуста и морковка. Филе семги на пару с овощным гарниром. Стоимость 326 рублей. Изготовитель ООО Гастрофабрика, город Москва. Масса упаковки 230 грамм. Посмотрим, сколько здесь рыбы нам положили. Ну и как мы видим, рыбы кусочек не очень большой. Всех овощей здесь положили примерно равное количество. Попробовал все овощи, рыбу. Овощи приготовлены до степени аль денте. Капуста имеет хрустинку и даже немаленькую. В общем, степень аль денте начальная. Можно было бы еще и подольше бы эти овощи протушить на пару. А морковка вообще практически как сырая. То есть морковку, я бы сказал, что даже и не доготовили. Рыба приготовлена хорошо, но только что кусочек очень-очень маленький. А так по вкусу рыба хорошая, качественная. В целом по пятибалльной системе я бы поставил четверку, потому что вот овощи приготовили, конечно, не до нужной степени готовности. Ну и также рыбы, конечно, хотелось бы побольше кусочек, но все-таки ведь эта рыба дорогая, поэтому, конечно же, много ее не положат. Это три сырника из творога. В составе этих сырников творог, сахар, мука и яйцо. Масса 120 грамм. Сырники из творога стоят 135 рублей. Изготовитель ООО Пинц. Это у нас город Москва. Они необычного маленького размера. По разрезу действительно похоже, что они сделаны из творога. Попробовал. И, конечно же, эти сырники совершенно не сравнимы с теми сырниками, которые готовятся дома. Такое ощущение, что они сделаны не из творога, а из какой-то творожной массы. И не факт даже, что эта творожная масса была именно из натурального молока сделана. Возможно, что с применением каких-то изыменителей. Сама структура очень-очень мелкозернистая. И также еще чувствуется, что в эти сырники добавлено много муки. В общем, еще бы раз я такие сырники не купил. И мне кажется, своих денег они совершенно не стоят. Пирожок с курицей. По размеру он не супер большого размера, такого средненького размера. Но внешне смотрится хорошо. И еще украшен кунжутом. Посмотрим, что же у него будет внутри. Брал я пирожок с курицей, но мне почему-то его пробили, как пирожок с зеленью и яйцом. Но по моему пирожок с курицей тоже стоит столько же, а именно 55 рублей. Судя по разрезу, такое ощущение, что здесь есть и целиковые кусочки куриного филе. Надо пробовать. Съел половинку пирожка. И надо сказать, что начинка действительно мясная. Здесь и фарш присутствует, и целиковое филе. Тесто очень вкусное. Тесто вообще супер. Ну а в начинке еще чувствуется, что присутствует лук, а также черный перец. Но особо какой-то сильной остроты нету. Стоит этот пирожок 55 рублей. И мне кажется, для такого качества цена вполне адекватная. Во вкус вилле продаются чипсы. Внешне как-то они смотрятся не очень привлекательно. И даже вот видно визуально, что они такие жирненькие. Но интересно попробовать их на вкус. В составе картошка, растительное масло и морская соль. Вес чипсов 100 грамм. Чипсы картофельные с солью стоят 95 рублей. Адрес производства Владимирская область, город Лакинск. Внешне эти чипсы выглядят не очень хорошо. Как мне кажется, они какие-то пережаренные. Очень много попадается вот таких вот чипсов, которые действительно видно, что пережаренные. Поверхность очень жирная. Попробую на вкус. Визуально, кстати, даже заметно то, что эти чипсы были нарезаны из неочищенной картошки. По краям видна картофельная кожура. По вкусу эти чипсы я бы рассказал ниже среднего. Если сравнивать, например, с чипсами Элейс, то они в тысячу раз вкуснее. Эти чипсы и стоят недешево, но вот по качеству и по вкусу мне совершенно не понравились. Вроде бы вкус фил, должно быть все хорошее, качественное, но вот чипсы тут вообще отвратительные. Они и пожарены плохо, да и картошка какая-то тут не очень хорошая была. Попадается он даже с зеленцой. Соли практически не чувствуется, соли тут немного. Чипсы довольно-таки жирные. В общем, сплошные минусы, плюсов вообще никаких нет. Очень красиво внешне смотрятся сосиски в тесте. Решил их купить и попробовать. Масса двух сосисок в тесте 220 грамм. Тесто здесь хорошее. Оно сделано с применением молока и сливочного масла. Сосиски здесь сделаны по стандарту вкус филла. И состав этих сосисок полностью натуральный. Сосиска в тесте стоит 165 рублей. Адрес производства Московская область, город Балашиха. Булочки эти сделаны с применением сливочного масла и, наверное, поэтому очень хорошо блестят. Для сосиски в тесте соотношение теста и сосиски, я думаю, что нормальное. Тесто, потому что здесь очень пышное. В составе не было красителя, поэтому сосиска довольно-таки бледная. Попробую на вкус. Съел половинку и мне все понравилось. Я и сосиску отдельно попробовал. Сосиска тоже вкусная. Конечно же, состав не совсем такой, как написан был. Здесь наверняка, я думаю, что присутствуют еще какие-то загустители, что-то такое, потому что структура у сосиски очень плотная. А также присутствует небольшой привкус копчененького. Поэтому я думаю, что все-таки состав не полностью натуральный. Но по вкусу сосиска мне понравилась. Ну а булочка действительно чувствуется, что она сделана и на молоке, и на масле. Булочка очень вкусная. Это галета ржаная с кунжутом. Внутри, как мы видим, есть и черный кунжут, и белый. Состав этой галеты полностью натуральный. Изготовлена в Ленинградской области деревня Кипень. Галета ржаная с кунжутом стоит 35 рублей. Масса 45 грамм. Галеты эти сделаны в форме печенья. Интересно, какого же это будет все на вкус? Попробовал, и сильнее всего во вкусе чувствуется кунжут. Это печенье совершенно не сладкое. Оно довольно-таки рассыпчатое, не жесткое. Это совершенно не как хлебцы. То есть, действительно, структура печенья. Вкус, конечно, не такой, как у классического печенья. Я думаю, даже если, допустим, его намазать маслом, там сверху еще положить красной рыбы, или вот, ну, какой-нибудь такой бутерброд сделать, то будет очень интересный вкус. Эти штучки называются налистники с творогом и манго. Проще говоря, это рулетики с творогом и манго. Основным компонентом в составе является молоко. Также есть яйца, творог, и действительно в составе есть натуральная манго. Налистники с творогом и манго стоимость 186 рублей. Изготовитель ООО Корона Фуд это город Химки. Посмотрим, как они выглядят, посмотрим, как они выглядят в разрезе. Судя по разрезу, манго здесь не так уж и много. Также еще видна белая творожная прослойка. По сути дела, это омлет, который испечен в форме блинчиков. Его смазали творогом и завернули еще начинку из манго. По вкусу манго чувствуется, но вот творог ощущается очень-очень слабо, потому что его здесь, ну его и визуально здесь очень мало. Десерт очень вкусный, хороший, он не приторный. Я бы это даже отнес к разряду пирожных. Мне в общем все понравилось, вкусно и полезно. Батончик ореховый, грецкий орех. Масса 35 грамм. Батончик хоть и называется грецкий орех, но основным орехом в составе является арахис. Хотя, арахис это даже и не орех, это земляные бобы. Батончик ореховый, грецкий орех, стоимость 40 рублей. Изготовлено в Тверской области, город Лихославль. Внешне хорошо заметно, что на самом деле здесь практически один арахис. По разрезу тоже видно, что грецких орехов не так уж и много здесь. Попробую на вкус. Попробовал и больше всего во вкусе ощущается арахис. В составе еще была указана олигофруктоза, но чего-то вот такого сладенького во вкусе очень-очень мало. Грецкий орех тоже ощущается, но в основном не сам орех, а его измельченная скорлупа. Видимо, скорлупа попала и в общем нужно беречь свои зубы, иначе будет очень больно. В общем могу сделать вывод, что производитель хитрит, пишет грецкий орех, а на самом деле здесь один сплошной арахис. Я считаю, что цена завышена, жареный арахис должен стоить гораздо дешевле. Друзья, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!